Программа в теме. Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах. Взял кредит, хочу сделать пластическую операцию. А зачем тебе пластическая операция? Чтобы кредит не отдавать. В сегодняшних реалиях эта шутка уже и не шутка совсем. Пластическая хирургия может очень многое. Она позволяет людям навсегда избавиться от комплексов и делает это все более и более качественно. Это проект в теме в студии Радиус ФМ Дарья Рудь. Отличается ли искусственная грудь от настоящей? Какие операции делают мужчины? И можно ли принести хирургу фото того, как хочется выглядеть? На эти и другие вопросы сегодня ответит пластический хирург клинического центра пластической хирургии города Минска Игорь Мишута. Добрый день, Игорь. Добрый день. Давайте начнем, конечно, с вас, с вашей истории. Как вы пришли в пластическую хирургию и как давно вообще? Изначально хирургом я уже работаю больше 20 лет. Начинал я сначала как общий хирург, потом я был онкологом, я возглавлял одно из отделений нашего центра в Боровлянах. Ну и в течение времени получилось так, что в моей работе я все больше и больше начал использовать методы из пластической хирургии, то есть это были те операции, которые были, скажем так, настроены на то, чтобы, так проще говорить, не только отрезать что-то, но и воссоздать. Ну, в дальнейшем я как-то больше стал обращать внимание на эту отрасль. Так сложилось, что супруга моя, она работает косметологом, вот, поэтому мы с ней разговаривали не только о каких-то бытовых вещах, но и о профессиональных. И с каждым годом меня это интересовало все больше и больше и больше. Я много общался со своими друзьями, со своими хорошими коллегами, которые много лет до этого работали пластическими хирургами, участвовал в операциях вместе с ними. Ну и фактически, скажем, такие хирурги, одни из ведущих хирургов, например, как у нас Дмитрий Владимирович Рябусюков, они повлияли на мое становление, на мое желание стать пластическим хирургом. Благодаря им я, в общем-то, скажем так, и стал им. А скажите, а вот по-прежнему вы как-то повышаете свою квалификацию, скажем так? Конечно. Любой врач, не только пластический хирург, но хирург, терапевт, педиатр, кем он ни был, он должен постоянно повышать свою квалификацию, потому что идет время, появляются новые методики, какие-то новые способы лечения заболеваний, ну, скажем так, даже не то, что лечения, а вообще способов делать нашу жизнь лучше, наших людей лучше, поэтому каждый врач, если он хочет развиваться, он должен постоянно думать о том, чтобы посещать какие-то конференции, скажем так. Тем более сейчас вот те недавние времена, которые были, ковид, очень много было возможностей смотреть в многих конференциях онлайн, то есть давали онлайн то, что раньше нужно было только посещать оффлайн. Поэтому как раз-таки вот эти годы, они были очень насыщенными в плане какой-то вот научной деятельности. А как и когда проходила Ваша первая операция? Давайте вот скажем, как давно это было? Первая операция моя проходила в 2000 году после окончания института. Я уже не помню, наверное, когда был общим хирургом, то ли это был аппендицит, то ли это было грыжа сечения. Ну, пластическая операция была чуть позже, и в один день, это, наверное, была та самая популярная операция, которая сейчас выполняется, это блефоропластика. Блефоропластика в этот же день я сделал. А давайте что это поясним? Блефоропластика – это коррекция век, то есть когда есть уже какие-то возрастные изменения, кожа век растягивается, с помощью пластической хирургии мы корректируем немножко внешность. И отопластика, то есть это операция, которая выполняется при оттопыренных ушах, которые позволяют привести их как можно ближе к голове. И успешно ли прошла ваша первая операция? Конечно. Так четко и ясно. Красота. А как обычно проходит ваш типичный день? Сколько операций в день вы можете провести? В неделю три операционных дня, скажем так, суммарно где-то порядка 12-13 человек в неделю. Ого, ничего себе, но три дня. Три дня. Это приятно. Остальные консультативные. А какая операция сегодня самая частая? Есть определенные операции, которые пользуются популярностью во всем мире. Это антивозрастные операции, мамопластика, коррекция груди и абдоминопластика, это коррекция передней брюшной стенки, липосакция, когда мы можем корректировать жировые отложения, то есть коррекция формы тела. Ну вот, а, да, и ринопластика, конечно, в том числе. Ну а, скажем так, тут все зависит от квалификации хирурга, от его направленности, поэтому больше я занимаюсь антивозрастными операциями. Вот, но в той же самом мере я владею и методами липосакции, и мамопластики, и абдоминопластики, то есть и остальными. Просто больше я оперирую именно лицом. Но вообще хирург, кстати, пластическому хирургу обязательно ли владеть всеми, или можно вот только конкретно, я только носы делаю, можно ли так? Нет, конечно, можно и так. Вы просто поймите, все должно быть предельно профессионально, да, то есть, скажем так, не каждый хирург, который владеет как бы всем спектром всех операций, он владеет им достаточно хорошо. Поэтому в любом случае, как правило, все-таки любой хирург выделяет отдельное направление, в котором он является большим специалистом, и именно им и занимается. Вы вот уже сказали про такую популярную операцию, как увеличение груди. Отличается ли искусственная грудь от настоящей, скажите? Конечно. С чем? Она более упругая. Ну, на самом деле, если она выполнена профессионально, если она выполнена с учетом определенных анатомических особенностей самого пациента, правильно подобраны импланты, то не специалист не отличит искусственную грудь от настоящей. Не каждый пластический хирург визуально отличит эту грудь. Вот только когда при внимательном осмотре, то есть, зная, где могут располагаться рубцы, видеть как бы практически незаметные рубцы, можно догадаться о том, что грудь не настоящая. Поэтому очень часто в интернете, в каких-то средствах массовой информации обсуждается тот или иной вопрос, например, какая звезда сделала себе грудь, и никто не знает, сказали, там, приглашают много экспертов, и пластических хирургов в том числе, и они, ну, скажем так, путаются немножко в показаниях. Ну, то есть, можно и не угадать, даже вот вы условно. Можете сразу отвечать? Визуально или на осмотре? Визуально, скажем так. Визуально не всегда. Это, кстати, вот это уже приятно. Да. А можно ли кормить грудью после увеличения? Конечно, можно. Сейчас, когда пациентка приходит на предварительную консультацию по поводу увеличения груди, мы всегда выясняем те вопросы, рожала ли она, планирует ли рожать ещё дальше. В общем-то, и выбирается максимально безопасный способ коррекции груди, то есть имплантации груди, при котором дальнейшее кормление не будет являться проблемой. То есть, всё уже, технологии шагнули вперёд далеко? Ну, в принципе, да, можно так сказать. Вы сказали пару слов про липосакцию. Реален ли эффект от липосакции? Почему тогда бы всем не пойти на липосакцию, кто хочет похудеть? Потому что это не операция, которая создана для похудения. Для похудения созданы фитнес-центры, диетологи, скажем так, закрытый на ключ холодильник. Вот это для похудения. А липосакция – это та операция, которая позволяет скорректировать контуры тела. То есть, потому что много юношей, девушек, они до изнеможения занимаются в спортзале, на беговых дорожках, на различных тренажёрах. Но, тем не менее, есть определённые ловушки, где жир, он остаётся точно таким же, как и был. Это бёдра, область поясницы, область живота. И тогда в этом ему может помочь пластический хирург. То есть, это уже, скажем, та операция, при которой выбираются только те жировые отложения, которые недоступны после соблюдения диет и определённой физической активности. Вот где собака зарыта, а то все же думают, что это просто пересадить жир туда-сюда. В вашем, кстати, Инстаграме я видела тоже такой комплекс операций, как Mommy Makeover. Что это такое? Это комплекс операций, который направлен на то, чтобы молодой маме как можно быстрее вернуться к социальной жизни, можно сказать так. То есть, это коррекция груди, это коррекция живота, это липосакция, это интимная пластика. Ну, скажем, в разных вариациях, в разных сочетаниях. Но, в общем-то, да, это хороший способ, если позволяет здоровье, если нет каких-то, в общем-то, отклонений. Можно совместить это всё в течение одной операции, скажем так, и после определённого революционного периода получить желаемый результат. Прямо такими целыми комбо. А есть ли ещё, может, какие-то такие комплексы, или это достаточно редкое явление? Есть операции, которые сочетаются между собой, есть, которые не сочетаются, пластические. Вот. Единственное, на что мы смотрим, да, это на, скажем так, возраст, на состояние здоровья пациента и на примерную длительность наркоза, который проводится при этих операциях. Если мы видим, что, скажем так, что есть определённые проблемы, то тогда мы, конечно, планируем разграничить комплекс, делать отдельные операции. И такая проблема, я думаю, у очень многих мешки под глазами. Можно ли навсегда от них избавиться? Да, это один из видов блефоропластики. То есть они бывают у лица молодого возраста. Они, возможно, они бывают удалены и довольно часто из внутренних разрезов. То есть не делается разрез кожи, делается внутренний разрез конъюнктивы века. И фактически после проведения определённой реабилитации, то есть спустя несколько месяцев, практически нельзя определить, что у человека была когда-то эта проблема. Ну, у людей постарше, у которых уже есть избытки кожи век, конечно, мы рекомендуем обычную блефоропластику. То есть мы убираем вот эти вот мешки, то есть это жировые отложения вместе с лишней кожей. А в принципе, вот пластические операции, какой они имеют срок? Или у всех пластических операций это разная цифра? Они влияют от генетики, от образа жизни, от техники, которой была выполнена операция. Ну и, конечно, они имеют срок, потому что дело в том, что если мы говорим о любой операции, мы понимаем, что в течение времени, ну, как обычно я говорю пациентам, мы всё равно продолжаем приобретать возрастные изменения. Поэтому срок есть у каждой операции. Но оно может варьировать от, скажем так, например, от 5 лет до 15 лет. И это зависит от работы косметолога, очень часто, от соблюдения определенных рамок самим пациентом. То есть это, например, липосакция, абдоминопластика. Мамопластика зависит от последующих беременностей, от худения, либо, скажем так, набора веса. Вот. Ну, то есть на самом деле это такая недоминанта, то есть не та, как бы, величина, которая определена, что точно это будет вот столько-то. Примерно, да. Но всё зависит от разных условий. И дальше уже можно приходить, корректировать, да, или вообще заново что-то делать? Надо смотреть. Надо смотреть то, что там будет. Индивидуально, конечно. А я напомню, что у нас в гостях пластический хирург клинического центра пластической хирургии города Минска Игорь Мишута. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, кому можно отказать в операции и существует ли операционный рабочий сленг. Оставайтесь на Радиус ФМ. Сегодня в теме мы говорим о пластической хирургии. В студии Радиус ФМ Дарья Рудь и у меня в гостях пластический хирург клинического центра пластической хирургии города Минска Игорь Мишута. Мы продолжаем с вами говорить о вашей непростой профессии. Какая ваша самая необычная операция была? Вы знаете, в моей практике каких-либо необычных операций не было. Потому что, ну, если мы касаемся пластической хирургии. Потому что в основном я занимаюсь эстетической хирургией. То есть я понимаю то, что хочет пациент. И то, что, в общем-то, та операция, которая будет проведена, она им позволит ему выглядеть лучше. Поэтому есть определенные операции. Они, как правило, стандарты с небольшими отклонениями. Поэтому каких-либо операций, как раньше говорили, там люди хотели сделать уши эльфа, там еще что-то, я не делал. Не буду говорить, потому что, ну, такие люди мне не попадались. А если они бы пришли ко мне на консультацию, я, скорее всего, бы отказал. Это противоречит моим эстетическим принципам. Но, тем не менее, есть некоторые операции, которые пока не внедрены у нас. Но, в общем-то, они, скажем так, на очереди. Так что я думаю, что в ближайшее время я пока не буду раскрывать тайны. Но, возможно, как-нибудь поговорим о ней. Ага. Ну, вообще, мне кажется, что сейчас такой тренд натуральности. Поэтому, в принципе, что-то необычное уже встретится редко. Правда? Да. Сейчас тренд, основные тренды пластической хирургии и косметологии – это естественность. То есть это вернуть что-то утраченное, вернуть что-то красивое, что-то улучшить. Но ни в коем случае не менять внешность. Это, наверное, неправильно. Но это мое личное. Игорь, а можно ли принести хирургу фотографию того, как вот хочется выглядеть? Можно. Даже нужно. Обычно приносят фотографии либо каких-то звезд, либо каких-либо лиц Инстаграма, которые часто, скажем так, сделаны с помощью фильтров, либо фотографии свои в молодости. И на самом деле, честно говоря, это очень здорово, потому что это позволяет найти, либо не найти, общий язык с пациентом на консультации. То есть примерно вы понимаете друг друга, будете ли вы работать дальше, либо нет. Потому что, ну, скажем так, не только выбирает пациент, но выбирает и хирург тоже на очной консультации. Потому что если взаимопонимания до операции нет, то фактически могут быть нюансы непонимания друг друга после операции. А какие операции сегодня делают мужчины? Мужчины делают, скажем так, определенный спектр операций. Вот. И в частности, некоторые из них обусловлены гормоном тестостероном, который есть у них. То есть это коррекция рубцов, это ринопластика. То есть ринопластика не врожденная, а приобретенная, в каких-либо, скажем так, спичках, переделках, либо на тренировках. Вот. Но помимо этого много операций проводится по поводу липосакции. Те люди, которые уже, скажем так, достигают определенного положения в обществе, занимаются бизнесом, часто делают блефоропластик, потому что мы с вами уже говорили о мешках под глазами. Да, да, да. И очень часто, скажем так, они делают эту операцию по тому поводу, для того, чтобы это не мешало заключать им какие-то сделки, иметь отношение с партнерами. Конечно, это будет солиднее. Потому что это выглядит даже не то, что солиднее, это выглядит то, что человек, ну, скажем так, ведет правильный образ жизни. Потому что это можно, скажем так, перепутать с тем, что он может злоупотреблять алкоголь. Поэтому это помогает. Это на самом деле омолаживает полезно и хорошие операции. И вот мы с вами уже сказали, делаем-делаемые операции, но смотрите, это очень субъективно, красиво получилось или нет все-таки. Что делать, если пациент недоволен результатом, и бывает ли у вас вообще такое в практике? Бывает. Конечно, как у любого хирурга, такое бывает. И если хирург говорит, что у меня такого не бывает, это неправильно. И тут есть несколько причин. Первое – это то, что вы с пациентом просто не поняли друг друга. И пациент не получает то, что он хотел. То есть ты считаешь, как хирург, что выполняешь абсолютно правильно. Пациенту было нужно другое. Ну, например, приведу пример вам. То есть у человека нависают брови. И он считает, что ему нужна блефоропластика, коррекция век. Он приходит к хирургу и говорит, сделай мне блефоропластику. Хирург, не разбираясь, в чем причина, почему, вот он говорит, ну, хорошо, давай. Проходит операция, проходит послеоперационный период, и пациент недоволен. Недоволен, потому что надо было работать с бровями, не надо было работать с веками. Ну, это как бы как один пример такой, да? То есть почему я говорю о взаимопонимании? Хирург и пациент до операции должны очень четко понимать друг друга. Поэтому на помощь приходят фотографии. И если ты понимаешь, что удовлетворения у пациента не будет, а такое может быть, даже в случае очень качественной выполненной работы, то есть тут проблема сидит немножко в психологическом состоянии, то есть не в том, что он хочет, то тогда лучше, конечно, не делать. Ну, соответственно, конечно, будем говорить о реабилитации. Не всегда она приходит гладко, не всегда тот эффект, который планирует получить хирург. А сколько проходит реабилитация? По-разному, от двух недель до нескольких месяцев, например, в случае обдоминопластики и мамопластики, нужно ждать результата не менее полугода, а то и года. То есть сразу нельзя рубить с плеча и говорить, мне не нравится, а еще может все поменяться? Естественно, конечно. Мы всегда предупреждаем, например, допустим, раз мы сегодня уже коснулись такой темы, как гифропластика, что реабилитация проходит 2-3 недели, но окончательный результат будет только, когда все ткани как бы улягутся уже на место, и это пройдет не менее 4 месяцев. Вот. Поэтому реабилитация надойдет не так, как положено. Иногда пациент не выполняет какие-то те вещи, которые мы ему говорим. Поэтому, да, результат может быть далек от того, что мы хотим. Ну, и когда уже мы оцениваем определенный результат, мы тогда, скажем так, разговариваем вместе с пациентом, и, как правило, мы приходим к определенному решению этого вопроса, к определенному консенсусу. Ну, вплоть до того, что нужно будет какая-то хирургическая коррекция того, что произошло. А вот скажите, ваш самый молодой и взрослый пациент, есть ли такие цифры у вас? Ну, молодых, помню, маленьких детей, которых он приводит бабушки, мамы по 6-7 лет, когда у них оттопыренные ушки, и дети начинают смеяться над ними в детском садике. Ну, вот на рубеже детского сада первого класса они приходят на коррекцию. Причем они иногда настолько мотивированы, что к ним приходится уговаривать, они сами подбегают к операционному столу и, в общем-то, стоически переносят любые операции. Ну, а самые возрастные были люди, наверное, больше 70 лет. Так вот я не могу вспомнить точный возраст. Я больше ориентируюсь на внешний вид, потому что дело в том, что некоторые 30-летние люди, они выглядят как 50-летними. Вследствие генетики, вследствие какого-то неправильного образа жизни. То же самое, люди, которым 60 лет, могут вполне прекрасно, сохранно выглядеть. Я понимаю, что, конечно, я бы предложил пластическую операцию для небольшой коррекции, потому что, скорее всего, по данным анализов, по, скажем, по внешнему виду, по определенным особенностям, революционный период будет протекать хорошо, быстро, и мы получим хороший результат, будем довольны оба. И вот обернемся в вашей операционной. Существует ли какой-то рабочий сленг? Что странного можно услышать в операционной? В пластической хирургии в операционной обычно играет хорошая музыка. Классическая, да, то есть спокойная, умритворяющая, которая действует хорошо на операционную бригаду и на... Неожиданно. ...кинохирурга, потому что, ну, немножко тут, скажем так, это не экстренная хирургия, это не приемное отделение, больница, это не скорая помощь. Там больше этого сленга иногда, он, скажем так, может показаться неискушенному человеку циничным, но, тем не менее, просто он помогает принимать быстрые решения, быстро общаться коллегами между собой, потому что иногда, когда вопрос... Например, интересно, откройте дверь с собой. Это лучше не со мной, это лучше с теми хирургами, которые работают в экстренной хирургии, либо скорой помощи. Хорошо, хорошо. Вот, они, наверное, лучше вам об этом расскажут. Это позволяет лучше понять друг друга, и когда вопрос стоит о жизни и смерти, быстро принимать какие-то решения и действия. И тогда поговорим про консультацию у вас. Как у вас проходит консультация? Ко мне записываются на консультацию заранее. Консультирую я в трех центрах. Значит, на первичной консультации мы знакомимся с пациентом, мы выслушиваем друг друга, возможно, вот как мы уже говорили, фотографии мне что-то показывают, в общем-то, либо какие-то рисунки, картинки, на кого бы они хотели быть похожими. Мы, в первую очередь, я выслушиваю проблему. Мне нужно понять, что беспокоит человека. И в зависимости от этой проблемы я могу предложить какие-то пути решения. Возможно, их будет несколько. Что-то это бывает, скажем так, либо комплексная операция, для того, чтобы мы получили желаемый максимально эстетический результат. Если, допустим, что-то хочется сделать одно, либо есть какие-то, скажем так, финансовые затруднения на каком-то этапе, мы можем предложить что-то такое, какой-то компромисс. Вот. Ни в коем случае не должен хирург говорить ответ на такой вопрос, который бывает часто. Доктор, посмотрите на меня внимательно и скажите, что мне нужно сделать. Профессиональный пластический хирург не вправе упоминать о каких-то недостатках внешности пациента, поскольку иногда они изначально не беспокоят его вообще в принципе. Конечно. Уже все люди, у всех разный взгляд. Поэтому в первую очередь мы ориентируемся на те вещи, что хотят. Ну, как правило, те люди, которые приходят ко мне, они уже видели портфолио, отзывы, то есть они приходят с определенными желаниями. То есть, в общем-то, больше там на консультации мы обсуждаем, скажем так, временные рамки, когда бы человек хотел бы сделать операцию, потому что существует определенная очередь, вот иногда она, ну, скажем так, довольно значительная, поэтому мы подбираем тоже какие-то компромиссы. А скажите, можно ли как-то примерить на себя свою новую, например, грудь, нос, еще что-то посмотреть? Да. Есть набор сайзеров, например, скажем так, которые используются в пластической хирургии, для того, чтобы примерно показать, что будет в результате увеличения груди. Кроме этого, существуют компьютерные программы, которые показывают, опять-таки, примерную внешность пациента, потому что это важно. Скажем так, компьютерная программа – это хорошо, но компьютер не делает операции. Будет ли, скажем, соответствовать, на самом деле, человек тому изображению, которое появилось? Скорее – да, но может быть и нет. И давайте закончим на красивой такой ноте, как выбрать своего пластического хирурга. В первую очередь изучать отзывы, как своих знакомых, так и в средствах массовой информации. По отзывам смотреть портфолио, тем более сейчас у нас много социальных сетей, где, скажем, представлены работы каждого хирурга, у каждого хирурга свой почерк. Прийти на очную консультацию, поговорить лично, убедиться, что это на самом деле твой хирург, доверяешь этому человеку, что, в общем-то, понимаешь, что он, скажем так, будет делать твою новую внешность, и он несет ответственность не только за внешность, но и за твое здоровье. Он учитывает все эти факторы, поэтому мы обсуждаем, нет ли каких-то хронических заболеваний, могут ли какие-то быть факторы, которые препятствуют. Если могут, конечно, мы не делаем ничего. И поэтому в результате вот этих всех поисков, то есть это не должно быть решение абсолютно спонтанное, человек выбирает очистка хирурга. Поэтому я хочу пожелать каждому человеку, который хочет сделать какую-то пластическую операцию, который давно об этом мечтал, найти своего пластического хирурга и своим коллегам и пациентам взаимопонимания друг с другом. Ну, красиво сказано, красиво. Что ж, теперь вы знаете, чем живет современная пластическая хирургия. У нас в гостях был пластический хирург клинического центра пластической хирургии города Минска Игорь Мишута. Большое спасибо вам за такую познавательную беседу. Подкасты и видео этой программы можно найти на сайте radiusfm.by. Вы слушали проект в теме. В студии была Дарья Рудь. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Радиус ФМ. Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.